Итоги недели Мы все-таки не центральное телевидение Мы рассказываем о том, что происходит на три страны Да, вот удивительное дело Тема не очень интересная, может быть, но все-таки нужная Соответственно, я как раз Думаю, начать с понедельника Вы будете смеяться Ты не устаешь удивлять нас сегодня Абсолютно, и как раз у меня первая новость Изначалось то, что в понедельник Путин назвал Подходящей датой для голосования Право в Конституцию 1 июля С юридической точки зрения эта дата является безупречной Если сегодня объявить о том, что голосование Пройдет именно в этот день То как раз 30 суток пройдет Это даст возможность людям еще раз вернуться Ко всем поправкам, которые предлагаются Определить свое отношение к сделанным предложениям Сказал глава государства Мы сегодня обсуждаем Весь прошлый час практически обсуждали Ваше отношение ко всему этому Голосованию Кто-то называет спектаклем Ну, разные термины используются В зависимости от политической позиции Так вот Вот что, например, пишет Виктор, Даша, привет, мне 45 Я пойду голосовать против из-за детей Мои родители прогадили страну Если я промолчу, то прогажу будущее своих детей В этом государстве Им придется уезжать, пишет нам Роман о спирме И таких вот, такого типа сообщений очень много Я бы не переводил стрелку на родителей, честно говоря Вот Но это личное дело каждого Я бы родителей не винил в том, что произошло со страной Здесь есть вина многих поколений В том числе и наша с вами Конечно В том числе и наша с вами Не нужно себя тоже слагать вину Вот именно поэтому я считаю, что нужно идти Проявлять себя Проявлять свою позицию Идти голосовать Потому что, понимаете, в чем дело Я все-таки считаю, что в нынешней ситуации Ситуация очень жесткой Очень непростой психологически Количество людей, которые могли бы проголосовать против Приближается, а может быть даже и сравняется А может быть даже и превысит число людей, которые голосуют за Но те, которые голосуют за, они придут и проголосуют А те, которые настроены против Они делятся на тех, кто готов прийти И тех, кто будет игнорировать сам процесс голосования То есть вы согласны, например, с тем С той ситуацией, с тем мнением Что, допустим, мы получим результат 55-45 Поправки пройдут Ну, судя по вопросам, такое может быть Это очень важно Это все равно принципиально Различается Например, с результатом 80 на 20 Да, конечно Но может быть и 80 на 20 Тут мы еще должны Сделать поправку на подсчет Голосов Который в данной ситуации абсолютно Это будет бесконтрольно Абсолютно бесконтрольно Поэтому могут нарисовать-то и 80 Но тем не менее, вы знаете Если нарисуют, это станет известно Сейчас все-таки Общественное мнение, оно достаточно прозрачно Мы выясняем его, общаясь с людьми Когда мы Разговариваем с кем-то Едем в такси Не знаю С коллегами по работе общаемся Более-менее мы представляем себе обстановку Когда там у президента был рейтинг Когда там под 90 Мы это видели Чувствовали Ну не соврешь Сейчас, когда он совсем другой Мы это тоже видим и чувствуем И если мы хотим, чтобы страна Как-то все-таки была под нашим гражданским контролем А не под контролем высшей и коррумпированной бюрократии То, конечно, мы должны как-то проявлять себя А вот как вам такое сообщение Давайте звонок возьмем Николай Карлович, наушники лежат рядом с вами Я попрошу вас их надеть 730-101 Телефон прямого эфира «Серебряного дождя» Доброе утро Здравствуйте, прошу вас коротко, если можно Алло Да, прошу Да, вы в эфире Алло, да, здравствуйте Меня зовут Тимур, я из Москвы У меня вот два момента Значит, я неоднократно участвовал в выборах Был и председателем участковой избирательной комиссии Я что хочу сказать Идти надо обязательно всем Обязательно голосовать Ну, естественно, конечно, против Иначе нас ждет там «счастливое будущее» в кавычках Вот, нельзя игнорировать выборы Обязательно идти и использовать свой бюллетень И второе У меня нарисовался такой в голове сценарий Значит, проведется парад Проведутся выборы Естественно, власть сделает все, чтобы эти выборы были такими, какими они хотели бы быть Единогласным решением всех россиян за поправки Вот А после этого Включится второй этап Пандемии, карантина И продлится он до зимы Может быть, даже до Нового года Все это сделано для того, чтобы людей удержать на законных основаниях дома Чтобы они не протестовали против того, что мы не согласны с результатами выборов, которые вы там подрисовали Незаром всю полицию и Росгвардию заново вооружили гранатами и так далее Это все видно Это все очевидно И власть совершенно не беспокоится на предмет того, что А может, мы здесь что-то дали лихо Может, это слишком видно, что мы делаем Может быть, нам все-таки как-то по-другому Их это вообще никак не волнует Их волнуют только их корыстные, молниеносные интересы Все, больше ничего их нет Точка зрения понятна Абсолютно спасибо Значит, имеет право на существование Такая концепция происходящего Такая трактовка Я бы вот что сюда внес, какую поправку Значит, сразу же Да, конечно, парад Да, конечно, сразу после парада голосования Как бы победоносное голосование Голосование не просто за Путина За Путина-победителя За Путина, который унаследовал победу в Великой Отечественной войне За Путина, который победил эпидемию Коронавируса Да, это все понятно И это все достаточно просто Дальше Вторая волна эпидемии Летом не включится, дорогие друзья Не дураки сидят Во-первых, искусственно это сделать, но сложно Это помимо просто сверхцинизма Она может быть не искусственной Во-первых, она может быть не искусственной Совершенно верно Второй пик первой волны Второй пик предсказывается где-то на осень Это вторая волна А второй пик первой еще волны предсказывается Сейчас ограничения снимают повсеместно И те, кто отсидел в изоляции Как раз может быстро спровоцировать второй пик Еще этой ослабывающей Да, но сейчас ситуация такая Что действия власти будут обратны тому Которые сейчас предсказывались Потому что власть Ориентируется на общественное мнение Люди устали Люди абсолютно устали от эпидемии Очень высок процент тех Кто вообще не верит в коронавирус Люди хотят выйти на улицы Люди нищают Если брать мелкий и средний бизнес И еще одной изоляции Просто не поймут и не простят Даже если будет реальная вторая волна Или реальный пик первой волны Это аргумент серьезный Поэтому власть ориентируется, конечно, Очень серьезно На реальное общественное мнение Которое она себе представляет На самом деле Независимо от того, что говорит ЦИОМ Поэтому я предсказываю Значит, что если сейчас будет Второй пик первой волны Он пройдет незамеченным Он не приведет к изоляции А вот вторая волна Осенью Когда будет и так депрессуха Вот вторая волна Возможна и возможна Реальная изоляция снова Повторная Причем будет реальная абсолютно Реальная и оправданная Реальная и оправданная Политика политика А чтобы люди мерли Это в общем Потом довольно сложно Соблюдать тогда концепцию Победителя коронавируса Если через месяц После того, как он победил коронавирус Всех закроют обратно Ну конечно Вскрыть это будет невозможно Если будет реальный всплеск Поэтому я думаю Что нам в любом случае Как бы ни Я боюсь другого Что как раз будет Будет обострение А изоляции не будет Это будет очень опасная ситуация Уже не политически А чисто физически Медицински Вот этого я боюсь Последнее Чтобы закончить с этой темой Перейти к другим событиям Ребят, ну просто много всего К поправкам Эти мы еще будем Конечно возвращаться Вот что любопытно Одну секундочку А у нас в бригаде 18 человек Все семьями Идем голосовать за Вову Но на перекуре Сидим и ухахатываемся Но рукопожатными То ли крестик снять То ли трусы натянуть Айю Ну Пожалуйста Айю Ну что же Это ваша позиция Идите голосовать Все бригады С семьями Идите голосовать Это же ужасно Я никого не виню В данном случае Это же ужасно Когда ты идешь С семьей Тем более Голосовать за А потом сидишь И ухахатываешься От абсурдности происходящего Я так и не понял Над чем они ухахатываются Ну вот Над рукопожатными Извините Вы не так поняли Они над нами ухахатываются Нет Я насколько понял Нет Нет Над нами Как я понимаю Над нами А я не знаю Мы-то рукопожатными Я думаю Я думаю Что рукопожатными Они нас называют Серьезно Да Мне так кажется Мне так кажется Что именно так Потому что Если бы Нет То ли крестик снять Или трусы натянуть Как раз Это двоякость позиций Пока Может быть Но тогда это напоминает Брежневскую ситуацию Когда Все на комсомольском собрании Голосовали за Единогласно Потом выходили в курилку И рассказывали Именно об этом же речи Анекдоты про Брежнева Да Но здесь вот Я повторю Здесь возможно Двоякое понимание Того что написано Да нет Эту позицию Я просто ее прочел Просто потому что Позиция часто встречающаяся Позиция циничная Но она цинична В отношении самих себя Дорогие друзья Ухохатываетесь вы Над самими себя Над кем бы вы сейчас Не хохотали Вы хохотите над собой Над кем смеетесь Над собой смеетесь Хорошо Поехали к другим событиям Ребята Извините пожалуйста Просто я понимаю Тема горячая И Чем ближе к дате Тем чаще Мы будем обсуждать ее В эфире Обязательно вместе С вами А вот что любопытное Давайте в понедельник В Америку Отправимся В Вашингтоне У Белого дома В ходе беспорядков Пострадало 50 сотрудников Секретной службы Значит По данным Собеседников Fox News Значит Участники беспорядков Китали в сотрудников Службы Бутылки Емкости Сжигательной смеси В парке Лафайет Расположенной рядом С Белым домом Трамп похвалил Сотрудников секретной службы Заготовлен защищать президента Он назвал их Очень крутыми Настоящими профессионалами Так же предостерег протестующих От попыток прорвать Охраняемый период Вокруг Белого дома В этом случае По словам президента Нарушители остановят Грозным оружием И злобными собаками При этом В отличие от президента Секретная служба Которая пострадала Серьезно Обратилась к гражданам Значительно Более сдержанной Без угроз Заявлено Следующее Уважаем свободу Собраний Но просим Протестовать мирно Ради безопасности Всех Вот удивительно Просто Удивительно что? Ну вот меня поражает Что даже когда Вот непривычное Даже когда Президент Обрушивается Так сказать С критикой На Демонстрантов Мародеров Среди них Полно Мы видим А при этом силовые органы Которые казалось бы Имели все основания И пострадали Так сказать На максимально жесткие комментарии Все равно говорят О свободе собрания Об уважении Там того-то Ну просто Вытыскать Палку не перегибать Ситуация очень такая Многоуровневая Я вам должен сказать Как профессиональный Американист В оригинале Значит Во-первых Обратите внимание Бывший Министр обороны США Да Причем Вчера раскритиковал Причем министр При Трампе При Трампе Он обрушился на Трампа Значит Это очень интересно Это вообще Бывший министр обороны Сердюков Обрушивается сейчас На Владимир Владимирович Путин Значит Во-вторых Нужно отделять Мародеров От демонстрантов Дорогие друзья Это не одно и то же Значит Демонстрантов Сотни тысяч Это Их поддерживает Очень большая часть Не только черного И даже не только цветного Но и белого Населения Америки Мародеров Все-таки Несопоставимо На порядке меньше Это уголовники Это бандиты Это Это те люди Которые хотят Воспользоваться Случшем Просто чтобы пограбить Такие находятся всегда Всегда Во время любых волнений На волне На волне Социальных беспорядков Политических Они Грабят магазины Значит Могут кого-то И убить заодно Если под руку попадется Значит Их нужно отделять Одних от других И не Не приравнивать Все 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 волнения К уголовщине Значит И третье Трамп доиграется Вот то что сейчас Вы Виктор Но его цифры Очень сильно снизились Он проигрывает выборы Нет Я конкретно сейчас Просто скажу Вот то что вы сейчас Процитировали Там злые собаки Вы знаете что такое Злые собаки Злые собаки Это апелляция К рабовладельческому Прошлому Собаками Черных рабов травили Собаками Травили И это Я не первый раз И это читается Я не первый раз Это слышу И это читается Это все равно Что где-нибудь там В Германии Какой-нибудь там Меркель Сказала бы Про евреев И вспомнил Сказала Ну вам Газику Газику Это достанется Вот это примерно Так же читается Абсолютно Поэтому это Такая Оскорбительная Дразнилка Для Для черного населения Для белого Понятное Тоже Кстати И это конечно Такие вещи Непростительны Поэтому если И вы раньше Не любили Значит Меньшинства Этнические А сейчас Его просто Будут ненавидеть И я вовсе Не Это же касается Не только черного Населения Разумеется Которое же Условно относительное Меньшинство А это касается В значительной степени Латиноамериканской Конечно Которые белые Расово И которых очень много И которых очень много Уже больше чем черных Уже больше чем черных Но все равно Их вместе меньше чем белых Ну Латиноамериканцы Американцы тоже белые Это все Расовые На самом деле Такие штучки Они не играют роли Но суть в том Что Очень большая часть Скажем Демократической партии Белая в том числе Она ненавидит Трампа Именно за эти расовые За эти расовые Приколы и выпады Они неприличные Они непристойные Для лидера Великой державы Поэтому я думаю Что он доиграется здесь Он здесь с огнем играет Посмотрим Скоро выборы Когда У него очень слабый Противник конечно Байден Дряхлый Физический Старый Не всегда Адекватно реагирующий На ситуацию Хоть бы кто Только не Трамп Да Но исходя из того Что действительно Хоть бы кто Только не Трамп Сейчас Байден лидирует И я думаю Что он сейчас Будет продолжать набирать очки А когда выборы? В ноябре Да мы естественно Для нас это тоже событие Важнейшее Как и для всего мира Мы откровенно топим за Трампа Откровенно Вот я смотрю Я смотрю наши Каналы Телевизионные Большие Топятся за Трампа Просто Вот он выводится из-под удара Критикуются Все на свете Полиция Госдеп Там кто угодно Но только не Трамп Президент Бывший Обама Как будто он До сих пор правит страной Все мы плохо живем Как приобране Да 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 Но Трамп выводится из-под удара На него делается Это сто процентов На него делается ставка Идейно близкий Он идейно близкий Авторитарный руководитель Да 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 Надеются на то Что при нем Все таки у нас Отношения наладятся Мы делаем Всегда очень большую ставку На личные отношения Лидеров Избыточную ставку Но мне кажется При этом Видимо есть ощущение Что просто Трамп проще считается Ну просчитать его Он проще считается Он действительно Идейно близок Потом известно Нет Он тоже колышется В отношении России Я имею в виду Он иногда выступает Чрезвычайно жестким заявлением не продолжает жесткую политику. Друзья, он Россию в гробу видал. Он изоляционист. И ему интересен Китай, потому что он реально представляет собой конкуренцию, которую Россию не представляет. Но он хорош тем в глазах российского руководства, что он прежде всего в гробу видал Украину. Ему не интересна Украина, ему не интересны права человека в России. Чем республиканцы у нас всегда были приемлемее, чем демократы. Демократы всегда интересовали права человека, а республиканцы на них забивали на эти права. То есть Трамп в этом плане нам выгоднее, потому что его права человека в России абсолютно не колыш. То есть это знаменитая история советских времен долгой, времен холодной войны, что парадоксально, что республиканцы всегда жестче относились к Советскому Союзу в плане конфронтации. Но они нам были выгоднее, потому что были понятны правила. Разрядка была при Никсоне. Он был республиканец и при Форде. Они были республиканцы. Как пришел Картер, ситуация стала гораздо хуже. Это Картер демократ. Это всегда так было. Его неинтересно, интересует права человека, его не интересует Украина. Этим он нас устраивает. Да. Хорошо, ребят, поехали во вторник. Что я выделил? Во-первых, следственное управление СК по Свердловской области спустя, только спустя два дня начал проверку по факту убийства 28-летнего Владимира Таушанкова. Больцами СОБРа при штурме его квартиры господина Таушанкова обвиняют ныне уже погибшего обвиняют и уже выдвинуто обвинение. Это было вчера. Значит, в краже обоев из строительного магазина Лео. 31 мая Таушканов, извините, был убит сотрудниками СОБРа Росгвардии при штурме собственной квартиры на улице Рассветной. Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, поводом для преследования мужчины стало то, что он попытался ограбить магазин Лео, вынеси из него четыре рулона обоев на сумму 8 тысяч рублей. Его попытались задержать в его квартире полицейские, однако, по словам Грибакина, значит, он выпустил в сторону правоохранителей слезоточивый газ из баллончика. Затем на место был вызван СОБР, который якобы какой-то автомат увидел, никакого автомата, конечно. Там несколько версий, во-первых, все отмечают, что СОБР был в гражданской одежде, изначально появилась версия о том, что он угрожал им предметом, похожим на автомат. После этого прям конкретно говорили автомат Калашникова, автомата при этом не нашли, и вот сегодня утром уже как бы появился такой новый момент о том, что он якобы угрожал им ножом теперь уже, то есть вот автомат каким-то чудом превратился в нож. Ну, в общем, никто господина Тушанкова, конечно, не оправдывает, он совершил кражу, и наверное, по-видимому, человек может быть психически не очень здоровый. Нет, ну не оправдывает это одно, а убивать это совсем другое, я бы сказал. Но прийти, человек украл четыре рулона обоев, штурмовать его квартиру СОБРом и застрелить на месте. Я не случайно взял эту довольно резонансную, кстати говоря, историю, она все больше набирает обороты, потому что она несколько похожа на то, что произошло в Соединенных Штатах. Да, конечно. Вот человек тоже совершил мелкое, ну мелкое, меньшайшее правонарушение, преступление, никто его за это, конечно, не хвалит. Вот, и он застрелен. Мы так много сейчас переживаем за американцев. Здесь только нет этнической составляющей, да, которая создала, собственно, проблему в Штатах. У нас ее нет в данном случае. Да, но и так переживаем в телевидении, и многие и так переживают за судьбу чернокожего населения Соединенных Штатов. Мы не переживаем, к сожалению, если бы это были переживания, мы злобствуем. Мы откровенно злорадствуем, и я вижу это по тональности, мы же не первый день живем на свете. Я отличаю реальное сочувствие от злорадства. Вот как там. И вслед за этим идет другой тезис, уже напрашивается. Вы что, хотите, чтобы было как там? Любимый тезис нашего президента. Вы хотите, чтобы было как в Париже? Хотим, конечно, в Париже хорошо. Вот теперь будет, вы хотите, чтобы было как в Вашингтоне? Следовательно, нужно, значит, нужно, что непонятно, нужно не допускать до социальных потрясений. Ну, не допускайте. Я к тому, что почему, вопрос, это не первое резонансное дело, связанное с деятельностью правоохранительных органов. Там, не знаю, примеров миллион. Не первое, это мягко сказано, да. От бессмысленных убийств, нерасследуемых, естественно, до, там, не знаю, сломанных людям, которые случайно оказались на какой-нибудь там, за три часа до мирной демонстрации, которым, ну, поломали ноги какому-то несчастному велосипедисту, еще во всем его обвинили. Бегуну, бегуну. Бегуну. Ну, просто их очень много, я даже устал, устанешь вспоминать. Почему, как бы, вот, удивительно в обществе так обсуждается то, что за океаном, в ситуации, которые мы не знаем. В обществе это не обсуждается. Это обсуждается по телеканалам, это обсуждается, это пропагандистское обсуждение чисто, спущенное сверху. Ага. И, разумеется, это перевод стрелки на то, что происходит за рубежом. Всякий раз, когда что-то происходит там, это большая радость, потому что можно перевести стрелку от наших проблем туда. Потому что известно по опросам, что общество устало от обсуждения Украины, от обсуждения Сирии, от обсуждения всего, что происходит за рубежами нашей Родины. Хочется обсудить то, что происходит в ближайшем жизненном пространстве. И как только возникает какая-то ситуация там, о, ну, слава богу, значит, есть о чем поговорить. Обратите внимание, по телевизору снова обсуждается Украина. Я включаю общественно-политические программы, вижу Украина. Где Украина? Кого сейчас интересует Украина? На ленте новостей Украина отсутствует. А разлив нефти в Норильске обсуждается? Не в плане указаний в президент, а масштабов катастрофы? Обсуждается. Ну, так, сдержано очень. Очень сдержано. Но обсуждается, что президент сразу же принял меры там и так далее. Это обсуждается. Что касается ситуации, о которой вы рассказали, ну, друзья, мужик с не лучшей репутацией. Действительно, никто не оправдывает. Украл несколько рулонов обоев. К нему пришли домой, бригада Соброва и убила. Ну, ну, что это такое? Ну, что это такое? Он угрожал ножом. Ну, вы Собровцы или вы дети из детского сада? Нож, это что? Это, это, даже если он угрожал кухонным ножом или не знаю каким, это что, причина убивать человека? Если бы у него был, там, не знаю, хотя бы автомат Калашникова, о котором тут шла речь, его не было. Тогда, понимаю, можно открыть ответный огонь. Ну, нож. Вы тренированные люди. Вы на это поставлены. Вы профессионалы. Зачем же убивать? Да, он может быть вне себя, он может истериковать. Он, вероятно, человек не вполне психически адекватный, но это не причина для того, чтобы стрелять в него на поражение. Плохая ситуация, потому что в такой ситуации может оказаться любой из нас. Ну, мы не будем только воровать с вами обоев. А желающих украсть четыре рулона обоев становится все больше в государстве. Но в соответствии с тем, как складывается экономическая ситуация, я думаю, что количество мелких правонарушений будет расти. Уже давно растет. Да, и будет дальше расти. И это не значит, что там, ну, вспомните, роман Гюго «Отверженное». Мало ли кто там что-то украл. Сразу убивать-то не было бы романа тогда. Переезжаем в среду, друзья. Давайте я затравлю историю и в следующие полчаса. Обсудим дизайнер Артемий Лебедев. Который снял. Большой любитель, большой мастер получения госзаказов на выполнение всяких часто талантливых дизайнерских правил. Приятного аппетита, да. Да, 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 да. Ну, карта московского металла, но много у него. Ну, в общем, не обойден, так сказать, заказами. Да. Но при этом человек очень талантливый. Так вот, он снялся, я напоминаю, в резонансном ролике канала Russia Today за принятие поправок к институции. И заявил, и вдруг он, буквально два среда вот как раз, заявил, что не пойдет голосовать сам и всем остальным активно не советует. По словам дизайнера, он изначально совершенно четко, цитирую, понимал, что смысл ролика в поддержке поправок, но съемки проходили до того, как по инициативе первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в конституцию внесли поправки об обнулении президентского срока Путина. Цитирую дальше. Я не против, чтобы Путин был царен до тех пор, пока не превратится в мумию, но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции, пишет Лебедев в своем телеграмме. Когда я снимался в ролике, это было еще до пандемии, до инициативы Терешковой, статья 81 Конституции звучала так. Одно и то же лицо не может занимать дождь президента РФ более двух сроков. По его словам, он был уверен, что поправки это положительный популизм, и в них много хорошего предложено, за что сложно не хотеть проголосовать. Разумно, но для всего этого не нужны поправки. Это мнение человека. Дальше. Но формулировка, добавленная в текст специально под действующего президента, по мнению дизайна, просто не имеет права быть написанной в конституции. Лебедев заключил, что его слегонца обманули с матерком. Причем сделали это очень грубо. И это наложилось на другого участника, другого популярного ролика, который заблокировал YouTube про геев на передержке, про гей-семью, которую сновидят ребенка. Когда парень, молодой циничный актер, дали заработать, он сказал, что он сам категорически против, голосовать не пойдет, и сказал, что он просто, а я не знал, в какой я вот ролике снимался вообще, про что это. Так что, а так я, конечно, вообще нет. Прогноз один. Я не знаю, как про геев, а количество заказов господина Лебедева будет резко снижено. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя», Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами. Итоги недели. С Николаем Сванидзе. Еще раз доброе утро, друзья. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя». Я не устаю напоминать о том, что видеотрансляция на канале «Серебряного дождя» в YouTube. Вы можете наблюдать все, что происходит в студии. Виктор Набутов, Дарья Гордеева. Доброе утро. Самые важные и интересные новости этой недели мы обсуждаем. Это с приветом, Набутов. Николай Карлович Сванидзе в этом часе, как всегда, по пятницам. Доброе утро, Николай. Здравствуйте, еще раз. Ну и мы, я напоминаю, сделал дайджест наиболее интересных таких общественно-политических событий недели. Для нас здесь на «Серебряном дождя», мы сейчас обсуждаем среду как раз. Конечно, наверное, и для нашей аудитории, я уверен, судя по вашей реакции, главным стало в среду двухчасовое выступление нашего идейного вдохновителя, основателя, активного участника всех процессов на станции Дмитрия Владимировича Савицкого, который, это вообще редкий случай для отечественной журналистики и для отечественных медиа, честно, сам вышел в эфире, в утреннем эфире, здесь, сидя на моем месте, как раз и рассказывал о той непростой ситуации, в которой оказалась станция, независимая станция, которая живет только тем, что зарабатывает в рынке, а не подачками или поддержкой государства или квази-государства, и были озвучены откровенно цифры. Мы не будем его сейчас обсуждать, а хотелось бы обсудить с вами прежде всего то, какой, даже для нас, во многом, неожиданно колоссальный отклик мы получили от наших слушателей. Мы получаем до сих пор звонки и сообщения в инстаграме, ну, в фейсбуке, и не устаем благодарить наших слушателей. Абсолютно, и предложения разнообразных форм поддержки, над которой мы сейчас тоже думаем, конечно, и, ну, просто удивительные, как много удивительно хорошего мы о себе узнали за это время, благодаря вашим сообщениям. Они все, кстати, выкладываются у нас на сайте. Оператив просто так много, что мы вот каждый день занимаемся пополнением. Вот, Даша, я сейчас попрошу прочитать несколько, ну, чтобы вы поняли. Ну, вот, например, Эльза нам пишет, дорогая редакция моего любимого радио, у меня день начинается с вашего радио, я не представляю свое рабочее утро без вас. Скажите, как помочь? Ежемесячные небольшие взносы могут внести, вносить, лишь бы вы не ушли из моей жизни. Держитесь, мы вам любим. Эльза, которая, подпись, Эльза, которая из Тбилиси, но временно живет в Москве. Так, давай еще что. Ну, хорошо, Николай Каджи, сейчас мы накидаем вам несколько показательных таких. Николай Каджи, что скажете? Ну, что скажу, приятно, приятно это. И приятно сразу, конечно, умирать-то не хочется. Знаете, как по тому анекдоту, когда жизнь налаживается. Вот, вследствие... Вы знаете, у нас налаживается, во всяком случае, внутреннее ощущение некой уверенности добавляет очень сильно. Несомненно, 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 конечно, конечно. Потому что здесь позитивное настроение играет совсем не просто не лишнюю и не последнюю, а очень важную роль. От того, что мы вам нужны, конечно, сразу хочется барахтаться, сопротивляться и взбивать масло в рынке. Это... И поэтому, конечно, мы будем это делать. Обязательно. А вот насколько для вас кажется показательным момент, когда многие слушатели сами предлагают там, ну, в той или иной форме, там, не знаю, финансово поддержать станцию? Не знаю, пускай это мало, там, 50 рублей, 10, 100. Вы знаете, особенно вот я, когда писал вчера, вот, думал над этой своей ежедневной репликой, которая была посвящена как раз вашей реакции на нашу ситуацию. И вот особенно просто, ну, только что не до слез, когда пишут, я готова из пенсии помогать. Да. Вот это производит впечатление, вы знаете. До мурашек, прям вот буквально. Нам вчера звонил, например, у нас был... Удивительно, что мы обсуждаем совершенно другие темы, например. Какие-то новости веселые, грустные, абсурдные и так далее. И все равно практически каждый из слушателей, кто звонит... Ну, два часа мы вчера так провели, да. Высказаться по теме и говорить, ребят, а еще я хочу сказать, что вот, так сказать, вы нам нужны, я там при вас вырос, или мои родители начинали вас слушать, или там благодаря вам я поменял там какие-то свои взгляды, и вообще это как-то станция повлияла на вашу жизнь, что для нас очень... Для мировоззрения, на политическую позицию, на все что угодно, что для нас очень ценно. Вот. И вчера звонил, например, звонил пожар... Из Красноярска был звонок, как раз мы обсуждали катастрофу в Норильске. Да. И вот звонит простой наш соотечественник, человек работает пожарным, говорит, у меня там 45 тысяч зарплаты, из них 25 я отдаю за ЖКХ, там ипотеку у меня остается на прожить для меня и семьи 20 тысяч. Ну что, ну там я... 500 рублей вам не найду, условно говоря, это просто, ну, до слез. Производят, производят. Знаете, вот когда у меня уже огромный стаж работы в журналистике, на телевидении, на радио, вот иногда возникает ощущение, что в тишине, вот просто орешь, и кроме самого себя никому не нужен. А-а-а, вот просто это крик, крик, как Высоцкий пел, я кричу, не слышу крика. А когда вот такие отзывы, то сразу понимаешь, что помирать-то рано, конечно, надо поработать. Это очень важно. Ну и Вам не кажется, что это все-таки подтверждает тезис на большой запрос в обществе? Независимые позиции. На независимые. Дорогие друзья, неоппозиционные, подчеркиваю, независимые позиции. Здравомыслящие. Здравомыслящие, разумные, просто мыслящие, просто мыслящие. Не слепой, там идем, бежим, там голосовать за, бежим голосовать против, а мыслящие. Когда человек взвешивает свою позицию, когда он ее готов обосновать, когда он ее связывает со своим интересом, интересом своей семьи, интересом своей социальной группы. Это очень важно. Вот такая позиция у Вас требована. Вот сообщение тоже с нашего сайта. Друзья, еще раз, мы собираем Ваши отзывы, которые Вы присылаете в соцсетях, на почту, смс. В общем, нас завалили словами поддержки. Мы их выкладываем на нашем сайте Silver.ru. Например, вот такое сообщение от Елены. Непростые времена для всех. Стоит ли продолжать бороться? 25 лет подряд Вы своим примером каждый день доказываете, что да, надо. Не сдавайтесь. У Вас есть такая невероятная команда. У Вас есть мы, слушатели Серебряного дождя. Нужно помочь? Поможем. Я готова неполную рабочую неделю безвозмездно помогать работе радиостанции. В любом качестве. Живу поблизости. Мы вместе. Подписка. Краудфайдинг. Стоит ли продолжать бороться? Когда в 2016 году передо мной встал этот вопрос? У меня не было сил вставать утром из постели. В моей жизни появился Серебряный дождь, и моя жизнь изменилась. Я вставала. Вставала, чтобы включить радио. Ваше радио. У меня появились друзья. Единомышленники. Друзья передавали, а Серебряный дождь нет. Дмитрий Владимирович, я восхищаюсь гражданским мужеством и профессионализмом Вашей команды Серебряного дождя. Это и моя команда, моя зарядка в пасмурное утро, моя кислородная маска, где нечем дышать. Стоит ли продолжать бороться? Стоит. Вот именно сейчас обязательно. Пожалуйста, Серебряный дождь нам нужен как воздух. Вот смотрите, я просто прочитаю несколько сейчас, которые приходят. Помимо прочего, художественный текст. Такой очень эмоциональный. Нужны, нужны, нужны. Галина из Москвы. Давайте уже соберем финансы на Серебряный дождь. Время не ждет. Время не ждет. Виктор, Даша, с первых интонаций Савицкого начала писать вашу поддержку. Продолжайте, вам необходимо будет нужна помощь. Буду участвовать. Спасибо, Сергей, слушатели из 90-х. И вот замечательное сообщение. Только попробуйте уйти из эфира. Мне, как инвалиду второй группы, вы дарите свободу и радость жизни. Чем помочь? Что для вас можно сделать? Пожалуйста, рассчитывайте на вашу аудиторию. Мы обязательно поможем. Артем Красноярск. Помните, в конце «Властелина колец», когда срывается Фродо и Сэм ему? Только попробуй сорваться. Вот это здорово. Ребят, спасибо. Спасибо. Невероятное просто впечатление. Низкий поклон. Я бы такого счастья, наверное, от того, что я делаю. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Это, конечно, не дает возможности сдаться. Сто процентов. Стоп. Я низкий поклон за все 20 лет в профессии и работы на разных и больших телеканалах, радиостанциях и так далее. Я никогда не испытывал такого чувства внутренней уверенности и радости, что я все-таки... Эмоциональный подъем колоссальный. Вот, наверное, принял когда-то правильное решение. У меня был один такой момент, я вам скажу, когда. 22 июня 1991 года, когда «Вести» были самой популярной программой в стране, безумно демократической, безумно любимой. И когда мы пришли к «Белому дому», после того, как «Белый дом» сдался, сдался «Ельцину», и нас просто вот облизывали, зная, что мы «Вести», нас просто... Мы купались в любви. Такого у меня не было никогда ни до, ни после. Низкий поклон, ребят. Спасибо огромное. Мы продолжаем работать. Мы тоже сами тут внутри себя тоже, естественно, помогают станции, как можем. И будем жить. И переходим к другим новостям. Да. Пойдемте дальше. И, наверное, коротко я не буду читать большой информационный повод. Ситуация простая. В среду президент Беларуси Лукашенко отправил правительство в отставку. Все это происходит на фоне колоссального совершенно протестной акции внутри Беларуси и во всех крупных городах. Впереди выборы. Лукашенко хочет избираться на шестой срок. В стране тяжелый экономический кризис. В стране бушует пандемия коронавируса, которую Лукашенко до последнего момента не признавал. Не, 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 не признавал. И даже провел парад. Единственное, или какая Албания, по-моему, две страны в Европе было, которые не вводила карантинных мер. Ну, еще Швеция в какой-то мере. Швеция, да, виновата. Швеция. Швеция уже извинилась и признала ошибочность собственного подхода. Это было два дня назад как раз. Один из авторов такого подхода выступал. Сказал, был неправ, извините. Что еще любопытно про Белоруссию. Естественно, все оппозиционеры сняты и недопущены до выборов. Однако, есть два как бы оппозиционных кандидата от белорусского эстеблишмента. Один из них, Бабарика, глава Белгазпромбанка. Это часть Газпромбанка Московского. Ну, в прошлом он возглавлял этот банк. Вот. А также бывший дипломат и директор IT-кластера большого Валерия Цепкала. Однако, есть еще люди популярные в народе. Например, Сергей Тихановский, который самый популярный блогер Белоруссии. 250 тысяч подписчиков. Это много для Белоруссии. Он публикует разные ролики. Много материалов о реальной жизни в стране. И это, конечно, находит поддержку у населения. Так вот, его превентивно скрутили. Ну, и посадили. Дали 15 суток. В результате подписи для его выдвижения в кандидата президента собирает его жена. По всем городам страны это привело к возникновению колоссальных очередей. Его компания... Такой немножко белорусский Навальный. Да, да, да. Его компания проходит под лозунгов «Стоп таракан». Поэтому десятки тысяч людей, которые пришли оставить за него подпись, они приходят с тапками, со старыми тапками, изваливают их в огромную точку. Тараканы, дорогие друзья, вы понимаете, кто имеется в виду по тараканам. Естественно. Короче, в общем, все констатируют колоссальную усталость от Лукашенко. Тоже бесперспективняк в плане того, куда должна и как будет развиваться страна на фоне очень плохой ситуации. Лукашенко пока публично только убрал правительство. Такая была мера реагирования и заперся вся в резиденции, которая обнесена колючью проволокой там в несколько рядов. Лукашенко много набрал на сопротивлении, так сказать, российским объятиям, в которых, в общем, было большое желание задушить Белоруссию, присоединить ее к России и тем самым решить проблему, которую в результате решила гражданка Терешкова. Значит, было бы желание решить ее другим способом, менее болезненным, чем сейчас. Лукашенко сопротивлялся, как мы знаем, и на это много очков заработал. Но, конечно, ситуация действительно ужасная, как вы правильно сказали, и с пандемией, и с экономикой. Человек сидит дольше, чем Путин в Белоруссии. Я вам больше скажу, он выиграет эти выборы. Я не боюсь оказаться здесь, так сказать, плохим пророком. Он выиграет эти выборы. То есть, если бы это были настоящие выборы, был бы вопрос. Реальных выборов там не будет, поэтому он их выиграет. Но дальнейшие перспективы, конечно, в связи с тем, как складывает ситуация в стране, они непредсказуемы для Лукашенко. Я думаю, что его мечта, передать браздоправление сыну Коле, она может быть неосуществима. Реально. А вы вообще помните какие-то авторитарные режимы, которые такие более-менее серьезные? Никакие не там африканские мелкие, где удалось подобное? Ну, а где все? В Европе таких режимов нет. Поэтому кроме африканских и латиноамериканских больше ничего не вспомнишь. Где детям? Смотри, в Латинской Америке это где, интересно? Я просто что-то не помню. Нет, нет, нет. В Латинской Америке детям нет. Да, вот этой трансформации у автократов никогда не получается. Нет, нет, это вообще не получается. Это вообще не получается. Мало того, я вам больше скажу. Может, я кого-то опечалю этим. И продлить свой срок до гробовой доски тоже, как правило, не получается. Не получается, друзья. Конституция, не конституция, какие законы, не понимаю. Реально жизнь сопротивляется. Не получается. И у Лукашенко не получится. И, повторяю еще раз, не хочу никого расстраивать. Ни у кого не получится. Ну, кроме Северной Кореи, но это отдельно. И в Северной Корее где гарантия, что получится? Еще далеко не вечер. Ну, уже два раза получалось, поэтому... Ну, он еще так молод. А, Азербайджан нам в пример приводит. Азербайджан, да. Да, да, да. Правильно, Азербайджан. Азербайджан, да. С передачей, с передачей, да. Азербайджан. Ну, пожалуй, я так и... И там, кстати, достаточно стабильная ситуация в Азербайджане. Ну, посмотрим. Там, ну, все-таки нефтяное государство. Нефтяное государство. Поддержка, хорошее отношение с соседями. Вот. Да, вот это вот, пожалуй, это то правило, которое подтверждает исключение. Это то исключение, которое подтверждает правило, я бы сказал. — Ребят, переезжаем в четверг. Что вот интересного, что удивило, в четверг президиум ЦК КПРФ определился с позицией партии по участию в голосовании поправок в Конституцию. Принято решение поправки Конституции в нынешнем виде не поддерживать, заявил господин Новиков. — Президиум отметил, что эти поправки, цитирую, — это лишь новое издание Ельцинской Конституции. Надежды общества на более серьезные изменения не оправдали. КПРФ также обратил внимание на то, что общероссийское голосование, в кавычках, как они пишут, Центр избирком организует по юридически сомнительные процедуры, открывающие безграничные, цитирую, возможности для подтасовок. — Извините, каждая конкретная поправка только отдельно не голосуется. За или против изменений можно высказать только оптом. По словам Новиков, коммунисты собираются провести собственный народный референдум, на который внесут свои предложения. Это до 1 июля все произойдет. Кроме того, Геннадий Зюганов опубликовал заявление, в котором призывал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант основного закона лишь усиливает президентские диктаты и закрепляет олигархическое господство. По мнению Зюганова, поправки в Конституцию не могут приниматься в ППХ. Голосование носит ритуальный характер, оно не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Все это в очередной раз разоблачает фальшивость буржуазной демократии. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования. Власть уклоняется от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под сомнение законодательную базу, на которую должно опираться российское государство в целом, считает Зюганов. Про Путина ни слова. Да, про Путина ни слова. Но вот за исключением архаичного бреда про буржуазную демократию, это тот эксклюзивный случай, когда я солидарен с позицией ГПРФ. Главные системные оппозиционеры, но и более влиятельные политические силы. Есть просто такой случай, когда мы были настроены не перпендикулярно, а параллельно, скажем так. Вот, согласен со всем остальным, кроме, повторяю, бреда. Насколько его точка зрения может быть воспринята его электоратом? Он довольно большой. Может быть, конечно. Это электорат ядра. Конечно, это несомненно. Это часть ядерного путинского электората, который, конечно, таким образом размывается слева, несомненно. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя». Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Николай Карлович, давайте закончим историю с КПРФ. Они воздержаются от голосования, когда все это дело протаскивали через парламент? История с КПРФ интересна вот чем. Значит, эта партия, которая себя позиционирует как системную оппозицию, оппозиции никогда отродясь последние 20 лет не была. При Ельце не была, конечно. При Путине нет. Вот. И сейчас они воспользовались случаем, чтобы проявить себя в глазах своего избирателя, как реальную оппозиционную силу. Ну что же, слава богу, оппозиция любая хороша. Она, всякая оппозиция, она делает систему более работоспособной. Насколько, как вы считаете, сильно может повлиять это предложение на результат голосования? Ну, то есть, условно... На окончательный результат не повлияет. Он заранее известен. Заранее известен. Но на цифры повлияет. Конечно. И главное, друзья, дело ведь не только в самом голосовании по поправкам. Дело в том, как будет восприниматься вся наша политическая поляна уже после этого голосования. Как она будет восприниматься властью. Власть поймет, что она не всесильна. Это очень важно. Это очень важно. Хотели сегодня обсудить еще буквально в двух словах, конечно, ситуацию, экологическую, страшнейшую катастрофу в Норильске. Подробности вы, наверняка, уже читали и знаете. Что удивило? Ну, во-первых, это российская Арктика. Но Арктика очень важный регион для серьезных игроков. Масштаб катастрофы. Это самая масштабная катастрофа в Арктике, про которую мы так много во внешнеполитическом поле рассказываем. О том, что мы там и закрепляемся, в том числе, с военной точки зрения. И с транспортной точки зрения. И со всех дел. Теперь мы там сильно нагадили. Это раз. А во-вторых, насколько искренен, как вам показалось, был Владимир Путин, когда рвал металл. И вдруг мы выяснили, что он только через два дня, с его же слов, узнал об этой чудовищной экологической трагедии. Я думаю, рвал и металл он искренне, а что вот он узнал на третий день, это, конечно, это такая насмешка над режимом. Такая насмешка над системой. Над собой. Когда боятся докладывать плохое наверх. Боятся наверх говорить правду. Это совершенно архаика такая времен Алексея Михайловича. Причем сейчас же, вот, вчера буквально стало известно о том, что на месте, конкретно у них, вся цепочка сообщений, информирования о катастрофе прошла. Ну, то есть, видимо... Через полчаса. Она, да. Конечно. Там в течение 10 минут, все. То есть, через полчаса это было, грубо говоря, там, у... Да все, везде. И у высшего руководства, и в соцсетях. То есть, друзья, папки, знаменитые папки, которые приносят Путину, там ничего не было написано в этих папках. Он случайно из сетей узнал. Вот, случайно, в кое-веки раз человек вошел в сеть, не знаю, каким образом, ему это удалось сделать. И сразу, о, а там катастрофы приехали, да. Это, конечно, приговор системе, на самом деле. Просто вот тому, ее нынешнему режиму, ее функционирование абсолютно неэффективному и пустому. Николай Каджиевич, спасибо. На этом заканчиваем. Я хотел бы еще одно сообщение от вас, с вашего позволения, прочесть. По поводу нашей ситуации. Обязательно бороться. Я не представляю своей жизни без серебряного дождя. Люблю всю вашу команду. За смелость, здравомыслие, юмор, профессионализм. Спасибо. Вы воздух для меня и моей семьи. Нужно помочь, поможем. Я откажусь от кофе. Не надо, не надо. Вы что? Не надо. Чтобы иметь возможность перечислить, там, условно, 500 рублей в месяц на поддержку. Нужно больше. Ну, придумай, от чего еще можно отказаться. Не проблема. Стройнее буду. Екатерина из Москвы. Катя, 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 свой кофе присылайте нам. Вы моя жизнь. Спасибо, Катя. Спасибо, дорогая. В еде еще есть положительный момент. Но для меня, для кофемана, который пьет по 10 чашек, предложение отказаться от кофе. Хотят одной бы отказался, Виктор. Не возможно. Никогда. Катя, Катя от единственной отказывается. Это просто это положить на алтарь. Направьте Катю. Одну из 10 чашек. Но такую жертву мы принять не можем. Я хочу сказать коллеге, что вот сейчас был у нас рекламный блок, в котором прошло несколько рекламных роликов. Я занимаюсь радио 20 лет. И я впервые в своей жизни вижу сообщения от слушателей. Ура, реклама! Да, это сильно. Вы понимаете, никогда вообще такого я не читала от них. Это, конечно, потрясающе. Бороться искать, найти и не сдаваться. Пам-пам-парам-пам. Та-дам. Благодарим, ребята, еще раз всю нашу большую аудиторию. Продолжаем бороться, продолжаем работу, все будет хорошо. Николай Карлович, до следующей пятницы. Есть, счастливо всем. Николай Карлович Сванидзе был в студии «Серебряного дождя». Друзья, все ваши сообщения со словами поддержки, все смс-ки, все письма мы выкладываем на нашем сайте silver.ru. Спасибо вам за них огромное. Мы с Витей прощаемся до понедельника, до 8 часов утра. Есть хороших выходных. Погодка неплохая, кстати говоря. Плюс 27 и солнце обещают нам выходные. Через несколько минут Саша Рожков и большое количество хорошей музыки. Не отказывайте себе в кофе, дорогие друзья. Не отказывайте себе в кофе, кричит Николай Карлович. Оставайтесь с нами, мы вернемся в понедельник.